В 1380 году умер французский король Карл V Мудрый. Престолу наследовал его 12-летний сын Карл VI. Разумеется, реальную власть во Франции захватили его влиятельные родственники, дядя герцог Бургундский и двоюродный брат герцог Орлеанский. Они постоянно боролись между собой за место у трона и влияние на короля-подростка. В 1388 году, достигнув совершеннолетия, Карл VI объявил, что теперь будет править самостоятельно. Он отстранил своих родственников от власти и приблизил к трону советников отца. По всему было видно, что он собирается продолжить дело Карла V, но этому не суждено было сбыться. Всего через четыре года в 1392 году его поразило безумие. Управлять страной он больше не мог. Вражда между придворными группировками бургундского и орлеанского герцогов вспыхнула с новой силой и переросла в междоусобную войну. Сторонников герцога Бургундского и у Анны Бесстрашного называли бургиньонами или бургундцами, а сторонников герцога Орлеанского по имени одного из его ближайших помощников графа Бернара Арманьяка Арманьяками. Поэтому война между ними была названа «Война бургундцев и Арманьяков». Вверх брала то одна, то другая сторона. Войной была охвачена огромная территория. Бедствие народу эта междоусобица приносила не меньшее, чем война с англичанами. Кстати, англичане не оставались в стороне. Они оказывали помощь то арманьякам, то бургундцам, пока в конце концов не остановили свой выбор на герцоге Бургундском. Он к тому времени овладел почти всем севером и востоком Франции. В 1415 году молодой английский король Генрих V решил, что у него уже достаточно сил, чтобы продолжить открытые военные действия во Франции, а французы наоборот достаточно измотаны длящейся больше 20 лет гражданской войной. И в усть Есены высадилась английская армия. Французские войска встретили англичан у деревни Азенкур, близ Кале. Бернардю Геклен уже 35 лет как лежал в могиле, а полководца подобного ему во французской армии не оказалось. И почти в точности повторилась история давних битв при Креси и Пуатье. Умело организуя взаимодействие рыцарской конницы и лучников-пехотинцев, англичане наголову разгромили численно превосходящую их французскую армию. Теперь англичане вместе со своим союзником, герцогом Бургундским, начали наступление на Францию с севера. Через несколько лет герцог Бургундский захватил Париж и перебил почти всех оказавшихся там арманьяков. Безумный король Карл VI оказался послушной марионеткой в его руках. В 1420 году он подписал с Генрихом V унизительный для Франции договор. Генрих V женился на дочери Карла VI и был объявлен регентом, временным правителем Франции и наследником французского престола. И это несмотря на то, что уже был законный наследник, родной сын Карла VI, дофин Карл, будущий Карл VII. В 1422 году оба короля, сначала Генрих V, а вслед за ним и Карл VI, неожиданно скончались. На севере Франции под властным англичанам и бургундцам королем был объявлен годовалый сын Генриха V, Генрих VI, а на юге, куда англичане и их союзники не проникли, Карл VII. Он избрал своей резиденцией город Бурж. События развивались в целом благоприятно для англичан. Чтобы начать победоносное наступление на юг Франции и подчинить себе всю страну, им оставалось лишь взять хорошо укрепленный город Орлеан, находившийся как раз на границе между их владениями и еще не покоренными землями. В 1428 году английская армия начала осаду Орлеана. Хотя жители Орлеана сопротивлялись стойко, Карл VII и его приближенные были в отчаянии. Оказать осажденным какую-то существенную помощь они были не в состоянии. Было ясно, что рано или поздно город не выдержит и падет, и тогда дорога на юг будет для англичан открыта. Казалось, спасти Францию может только чудо. И чудо произошло. По Франции уже несколько лет ходило пророчество, что спасти ее суждено не мужам-военачальникам, а деве. И в марте 1329 года в замке Шенон, где тогда пребывал Карл VII, появилась одетая в мужское платье девушка, заявившая, что она и есть та самая дева, которой богом суждено избавить Францию от захватчиков. Звали ее Жанна. Она требовала встречи с королем, или дофином Карлом, как она называла его. Карл, которому было нечего терять, согласился. По легенде, Карл встретил Жанну, затерявшись среди толпы пышно разодетых придворных, а на трон посадил переодетого пажа. Он хотел испытать ее, действительно ли она ясновидящая, как о ней говорят. Но Жанна безошибочно определила, что главный в этом зале именно он, невзрачный молодой человек лет 25, небольшого роста, стареньком заношенном камзоле. Она решительно приблизилась к нему и преклонила колени. Жанна оказалась простой крестьянской девушкой. Ей не было еще и восемнадцати, но она отличалась находчивостью, живостью ума и превосходной памятью, а главное, была твердо убеждена, что избрана богом для спасения родной страны. По ее словам, вот уже несколько лет ее посещали в видениях Архангел Михаил, Святая Екатерина и Святая Маргарита. Они убедили ее, что ей суждено спасти Францию и восстановить власть законного короля. С большим трудом преодолела Жанна расстояние между своей родной деревней Дом-Реми и замком Шенон. Для этого ей пришлось в сопровождении нескольких поверивших ей людей пересечь земли, занятые бургундцами. Карл решил, что присутствие Жанны в войсках, которые он собирался послать на помощь Орлеану, не повредит, а может быть даже воодушевит солдат, ведь многие из них верили в пророчества о Деве-спасительнице. Поэтому он распорядился изготовить для Жанны доспехи, дал ей отряд рыцарей и разрешил отправиться в Орлеан. Она прибыла туда в конце апреля и первым делом отправила командующему английской армии письмо, в котором предлагала добровольно снять осаду и покинуть французскую землю, заплатив при этом запричиненный ущерб. Англичане только посмеялись над этим письмом. Тогда начались военные действия. Воодушевленные присутствием Жанны, которая сама принимала участие в сражениях, подавая пример поразительного бесстрашия, защитники Орлеана сражались со всем жаром, на какой были способны. Сама Жанна во время одной из вылазок была ранена в плечо, но не покинула поле битвы. Всего через 10 дней, 5 мая 1429 года, англичане вынуждены были снять осаду с Орлеана и отступили на север. Для Франции это был триумф. Первая крупная победа за полтора десятилетия. Простые французы, крестьяне, городские ремесленники, давно павшие духом, теперь поверили, что победа возможна. Более того, что она зависит от них. Ведь Жанна, орлеанская дева, как стали ее называть, одна из них, крестьянка. Теперь королю не было нужды платить деньги воинам-наемникам. Под знамена Жанны тысячами стекались добровольцы. Мелкие рыцари, крестьяне, горожане. Они горели желанием освободить страну от гнета англичан и бургунцев. Своей главной целью они видели восстановление власти законного наследника престола, каким считали дофина Карла. Жанна прекрасно это понимала. Понимала она и то, что Франции нужен настоящий король, а не дофин. А настоящим. Король Франции по многовековой традиции становился только после коронации, которая непременно должна была состояться в соборе города Реймса. Поэтому, вернувшись после победы при Орлеане ко двору Карла, Жанна стала настойчиво убеждать его короноваться в Реймском соборе. Карл долго не мог на это решиться, ведь Реймс находился в глубоком тылу бургунцев. Однако, в конце концов, он внял уговором Жанны и некоторых своих придворных, которые считали, что уставшие от гнета бургунцев население поддержат войска Карла, и они не встретят на пути в Реймс серьезного сопротивления. Так и произошло. Города сдавались практически без боя. Карла и его войска приветствовали как освободителей. 17 июля 1429 года в Реймском соборе состоялась коронация. Дофин Карл стал королем Франции Карлом VII. Во время церемонии Жанна в сверкающих рыцарских доспехах стояла рядом с Карлом, держа в руках королевское знамя. В знак благодарности король пожаловал Жанне дворянский титул. Отныне она стала именоваться Жанной Д'Арк. Но это мало тронуло Жанну. Почести ее не интересовали. Гораздо больше она была благодарна королю за то, что он освободил от налогов жителей ее родной деревни. Слава Жанны продолжала расти, и чем больше она была, тем менее благосклонно смотрели на выскочку королевские придворные. Слишком популярна Жанна была в народе. Пока что она верна королю, но кто знает, что может случиться завтра, Жанна могла стать опасной. И поэтому, когда она отправилась в поход на Париж, король по совету своих приближенных не стал оказывать ей поддержку. С Жанной остался лишь небольшой отряд. Во время одного из сражений в мае 1430 года Жанна попала в плен к бургунцам. Карл VII решил не выкупать пленную. Ее выкупили англичане и предали суду инквизиции. Чтобы опорочить Жанну в глазах народа, ее успехи решено было приписать вмешательству дьявола. Была создана комиссия из верных бургунцам и англичанам епископов и профессоров богословия Парижского университета. Всеми силами они пытались сбить девушку с толку, формулируя вопросы таким образом, что почти любой ответ, каким бы он ни был, позволил бы им обвинить подсудимую в ереси. Но, вопреки ожиданиям ученых-судей, неграмотная девушка с легкостью обходила все расставленные ей ловушки. Иногда судьям казалось, что действительно сам Бог помогает Жанне. Некоторые из них даже прониклись к ней сочувствием. По крайней мере, применить к ней пытки, обычные для инквизиции, они так и не решились. И объявить Жанну в ереси им не удалось. Тогда ее обвинили в колдовстве и ношении мужской одежды. 30 мая 1431 года на главной площади города Руана при большом скоплении народа Жанна-д'Арк была сожжена на костре. Через много лет, в 1456 году, король Карл VII распорядился пересмотреть дело Жанны-д'Арк. Почему он это сделал? Одни историки утверждают, что его мучила совесть за совершенное некогда предательство. Другие, что это был чисто политический шаг. Ведь пока приговор суда инквизиции оставался в силе, получалось, что король обязан своим троном колдуньи, пособницы дьявола. Правы, скорее всего, и те, и другие. Во всяком случае, приговор был отменен, Жанна-д'Арк полностью оправдана. Спустя еще почти 500 лет, в 1920 году, католическая церковь причислила ее к лику святых.